привет youtube привет зрителям моего канала привет моим подписчикам и будущим подписчикам сегодня я хочу поговорить о том чего сам не совсем понимаю но разговор такой назрел потому что в интернете очень много противоречивых сведений которые так сказать нельзя сложить в какую-то логическую цепочку и дать окончательный ответ на то что я хочу понять являются ли я вара вот мы имеем его или кубота вот мы имеем кубота являются ли эти предметы холодным оружием там называют удар на тычкового действия там еще как-то вот согласно википедии понятно что википедия это не уголовный кодекс но я сделал выборку из википедии явара японский кастет для нанесения тычковых ударов вот эта штука у нас классифицируется как кастет для нанесения тычковых ударов то есть как-то таким образом захватывается и бьется вот это явара дальше что такое кубота кубота брелок с ключами для самозащиты разработанный саке кубота такаюти ну естественно это не саке кубота такаюти а это собственное изготовление но вот это получается уже не явара это получается уже кубота потому что это брелок на котором есть ключи еще такую трактовку встречал в интернете что устройство специально предназначено для нанесения ударов то есть да вот это наверно можно трактовать как устройство которое предназначено для нанесения ударов поскольку у него нет другой функции она не явно видна другая функция из этого а здесь его основная функция явно видна это брелок для ключей то есть вот есть ключи а это брелок вот так вот мы его нужно хотя использовать его можно не хуже чем вот этого явара точно так же и так и так и как вот и как рассудить что такое явара что такое куботан что является оружием что не является оружием кроме этого существует еще третий тип скрытого оружия самозащиты как это называется скрытое оружие самозащиты это тактическая ручка тактическая ручка как это трактуется тактическая ручка это один из вариантов скрытого оружия самообороны выглядит она как обычная пишущая и она действительно пишет шариковая ручка но при этом она очень крупная но достаточно компактная ее корпус сделан из стали титана или авиационного алюминия это ударное оружие костетного типа которое является одним из вариантов явары или куботана предназначено для нанесения ударов в уязвимые точки человеческого тела теоретически защищаться при помощи тактической ручки сможет любой человек как и в случае с куботаном и яварой но конечно же у занимающихся боевыми искусствами это получится лучше особенно пользуется успехом окинавское кабудо поскольку именно на окинаве изобрели явару тонь фунунчаки саи и карате ручку можно носить с собой постоянно поскольку она формально не является оружием ее внешний вид не пугает окружающих картинки эти также взяты из интернета из общедоступных источников то есть понятно это не мои картинки но вот то что мы имеем и того у нас есть явара которая однозначно трактуется как оружие поскольку не имеет другой функции у нас есть куботан который не является оружием поскольку имеет основную функцию это ношение ключей то есть брелок для ключей и теперь у нас есть тактическая ручка которая попадает под все что написано тактической ручки в википедии кроме материала то есть там указано изготовлена из стали титана или авиационного алюминия ну а это ручка изготовленная из дерева она пишет вот она пишет и пусть мне кто-то объяснит чем она отличается от явары по моему мнению она может быть даже намного опаснее поскольку эти края у нее острые вот то есть теперь мы рассмотрели уже три вида это явара куботан и тактическая ручка и соответственно возникает вопрос что разрешено что запрещено это ручка разрешено это брелок для ключей разрешено это явара это оружие ударно-дробительного типа это запрещено вот идем далее это складной нож который имеет признаки того что он не является холодным оружием но если я беру его вот так вот в руку не открывая а вот так вот как он есть то он вполне может быть задействован точно так же как и вот эта явара ничем не отличается хотя он не есть холодное оружие по другим признакам далее есть вот такой вот фонарик вот он светит то есть это есть фонарик почему это не является оружием потому что у него есть основное предназначение быть фонариком вот он есть фонариком но у него есть ударная тактическая коронка которой можно нанести очень большие увечья если использовать его так же как и явара но за счет вот этой коронки ударной нужно естественно нанести очень большие увечья вот есть такой фонарик вот есть другой фонарик который также фонарик который для того чтобы светить но он точно так же вот как и явара может быть используем причем здесь у него ударная поверхность и здесь у него тактическая коронка ударная который можно наносить увечья но это не оружие это фонарик это фонарик дальше вот это брелок брелок для ключей но если это все вложить в руку то получается неплохой удар или же вот так вот использовать этот брелок с ключами кроме того как написано о куботане мы считаем что вот это у нас классический куботан брелок с ключами то куботан можно использовать и не только так как явара ударно-тычкового типа а куботан может быть используем как плеть как хлесткое оружие то есть берем удерживаем таким образом и бьем вот этой связкой ключи естественно что такие удары нужно наносить по уязвимым местам то есть там по шее по лицу можно нанести увлечья таким ключом легко выбить глаз скажем сорвать кожу по ушибкости сделать то есть я считаю что это достаточно серьезно точно так же можно использовать и этот брелок он очень хорошо удерживается в руке и точно так же можно сделать очень сильный хлесткий удар вот этими ключами которые нанесут так же большие мячи вот вот кроме того есть зажигалка обычная зажигалка которая когда она вложена в руку она так же усиливает удар можно можно вложить в руку зажиг между пальцами и нести удар таким образом то есть как твердым предметом как и и и и исходя из всего что я рассказал у меня нет ответа что является оружием что не является оружием то есть что скажем при рассмотрении в суде может быть признано оружием холодным оружием а что будет признано скажем бытовым предметом ну фонарик это бытовой предмет да ручка это бытовой предмет да такая ручка это бытовой предмет конечно зажигалка это бытовой предмет это явно брелок с ключами Это брелок с ключами с вопросом, зачем он такой большой, зачем на нем вот эти вот заточки, то есть, ну, как бы предмет обихода, но по которому могут быть заданы вопросы. Это что? Это складной нож, который не является холодным оружием согласно определению по закону. И это ямара, единственный предмет, который не имеет второго основного назначения, кроме для нанесения удара. Потому что имеет рифленность для удержания, имеет шнур для закрепления, для лучшего удержания. То есть, и это как бы с легкостью может быть трактовано как ударное оружие, как оружие кастетного типа. Но, как я и показал, вот это все перед нами лежащее, может быть использовано в тех же целях, что и вот эта ямара, с еще большей эффективностью, поскольку ручки имеют острые концы, острые. Ключи для флеска забавляя, это металлические вещи, которые могут наносить большие и мягкие, то же самое. Фонари, которые светят, но в то же время имеют ударную техническую коронку, которой просто можно вырывать куски плоти или дробить кости. Это не оружие, нет, это бытовой предмет, это фонарь. Поэтому, я не получил окончательного ответа. И мне было бы интересно, если бы кто-то из зрителей, кто может квалифицированно ответить на этот вопрос, прокомментировал вот то, что мы сегодня посмотрели и дал ссылки, может быть, на какие-то законодательные акты или инструкции, скажем, по испытанию холодного оружия или по определению холодного оружия, то есть, что является холодным оружием. В данном случае ударно-тычкового типа, как говорится, или костепного типа. О ножах не будем говорить, потому что по ножам есть инструкция конкретная. Это и толщина клинка, это и упоры, ну и много других параметров, по которым, скажем, длина клинка, по которым нож может попадать, а может не попадать в холодное оружие. На этом, я думаю, все. То есть, это видео, в конечном итоге, заканчивается вопросом в том, почему такой предмет могут отнести к холодному оружию, а такой предмет не могут отнести к холодному оружию. Вот для всех моих зрителей, для меня в том числе, мы обсудили вот такие вопросы, и, наверное, все бы хотели получить ответы, которые, может быть, найдется знающий человек, который в комментариях к этому видео представит такой квалифицированный ответ. На этом у меня сегодня все. Пока-пока.